В Красноярский край приехал заслуженный работник сельского хозяйства России, руководитель ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин. Красноярцы знают его как кандидата на пост президента России от КПРФ. В 2018 году Грудинин занял второе место. В наш регион известный аграрий приехал с целью поделиться собственным опытом и перенять его у руководителей передовых сельхозпредприятий края АО «Солгон» и ЗАО «Назаровское». Первым населенным пунктом поездки стала деревня Ильинка Ужурского района. По русской традиции почетного гостя встретили хлебом с солью. Экскурсию по молочному комплексу Павлу Грудинину провел директор акционерного общества «Солгон» Борис Мельниченко. Московский аграрий осмотрел современные коровники, цех доения и помещения для выдержки телят. Кстати, данное предприятие возродили буквально из руин по собственному проекту. Собрал отовсюду все, что можно. И так, можно сказать, схему начертил и сделали проект, а потом появился. Оба руководителя быстро нашли общий язык. Несмотря на то, что предприятие находится в разных регионах, проблемы у московских и красноярских аграриев фактически одинаковы. Это рост цен на удобрение и топливо, введение системы сертификации грузов «Меркурий», ввоз в страну некачественных и дешевых сельхозпродуктов из-за границы. Об этом и другом Павел Грудинин рассказал на встрече с работниками АО «Солгон». Мы делаем все для того, чтобы все, что мы делаем, то есть, что мы зарабатываем, тратилось вот на нашей земле. К чему нас призывают власти? Потому что давайте накормим качественной продукцией за границу. Это экспорт производства, а не даже экспорт сельхозпродукции. Они даже стимулируют тех, кто вывозит продукты за рубеж. И получается следующее. Мы своих людей кормим всякой гадостью на основе пальмового масла, заменителей животных жиров, привозим всякие технологии, там, разрыхлители хлеба, там, и дальше. А свое продовольствие натуральное мы, по мнению государства, должны вывезти, накормить кого-то там за границей. Мы, ну, всю жизнь проработали в сельском хозяйстве. Мы знаем, что это такое. И мы видим, что за последние годы производить продукцию стало сложнее. Те крохи, которые как будто бы выделяют на развитие сельского хозяйства из государственного бюджета, они выделяют рубль, а на самом деле забирают из кармана всех воспроизводителей, там, десятки рублей. Повышают цены на солярку, тарифы на газ и на электричество. Делают какие-то непонятные вещи, типа Меркурия, Платона, теперь вот маркировки. Мы как-то посчитали в Молочном Союзе, что только введение Меркурия изъяло из молочной отрасли больше 20 миллиардов рублей. Также Павел Грудинин посетил ЗАО «Назаровское», где прошло открытое совещание с руководителями сельских хозяйств и общественностью. Московский гость поразился размахами производства в крае. Это сотни гектаров пашни и десятки тысяч поголовья скота. Он увидел огромный потенциал в руках толкового руководителя, который заботится не только о прибыли, но и своих людях. Павел Грудинин неоднократно в выступлении проводил параллели, что задача у красных директоров, как он себя охарактеризовал, одинаковое развитие производства, внедрение переработки сельхозпродукции на местах, обеспечение работников бесплатной и доступной социальной инфраструктурой, достойная зарплата сельчанам и высокие пенсии ветеранам села. Это делается в его акционерном обществе в Москве, это происходит и в Красноярском крае. Наш коллектив совхоза Ленина не одинок, что по всей России, особенно в Красноярском крае, есть такие предприятия, которыми можно не только хвастаться, гордиться, но можно и показывать пример, что вот такие, как Валерий Андреевич, как Владимир Борис Владимирович, все мы, на самом деле, патриоты России, потому что мы вкладываем деньги, силы сюда, в нашу страну. И вот нам нужно просто сделать так, чтобы все предприятия жили так, как вот это предприятие, самые высокие зарплаты, самые большие социальные льготы именно таких предприятий, которые не выводят деньги за рубеж, которые не называются агрохолдингом, которые просто работают для людей. Сегодня Павел Грудинин провел свой день в Красноярске. Он встретился с активом регионального отделения партии КПРФ. Встреча прошла в режиме видеоконференции, на которой онлайн присутствовали однопартийцы из других регионов России. Позже Павел Грудинин посетил центральный рынок. Цены оставили неизгладимое впечатление на московского гостя, повергнув его в шок. А огурцы? Огурцы домашние. Почем? 200 рублей. 200 рублей? 200 рублей, да. Это дорого? Я бы так сказал, это негуманно по отношению к городским. Когда идет местный товар, он гораздо дешевле. Мы сейчас... Вот у вас есть свекла? Вот она, да? Да, есть. Сколько это стоит? 40 рублей штук. Штука? Да. Ну это же недорого. Мы продаем по 24 рубля килограмм. Павел Николаевич побеседовал и с непосредственным производителем, который реализует свою продукцию на рынке уже не первые десяток лет. Ей приходится ежемесячно платить аренду за витрину в размере 15 тысяч рублей. Причем три из них идут за электричество. Отсюда, а также из-за роста цен на солярку, предприятие несет убытки, сократив за последние годы поголовье скота с 50 до 30 голов. Все увиденное директор совхоза имени Ленина прокомментировал так. В Москве цены на овощи примерно такие же, но вот на то, что привозят из-за рубежа, может быть, несколько выше, потому что там покупательная способность выше. И тут продавцы, они вынуждены продавать несколько дешевле, потому что по-другому у них не купят просто. Все же зависит от двух вещей, от покупательной способности населения и от наличия товаров на рынке. Ну а тут вот мы только что говорили с женщиной, которая вынуждена, она единственный, судя по всему, производитель, который сама продает. И она сказала, мы ТЛПХ, и мы вынуждены снижать поголовье скота, потому что не покупают. Они покупают почему? Потому что денег нет. А натуральная продукция, которую она производит, она видно сразу натуральная. А она, естественно, должна быть дороже, потому что ненатуральная, некачественная, должно быть дешевле. И у нее проблема, что только постоянные, как она сказала, клиенты еще остались. А все остальные не приходят, потому что цены натуральной продукции заоблачной. Это, кстати, то, что говорил в свое время Ленин, когда рабочие так мало получают, что вынуждены покупать некачественную продукцию. Это было сто лет назад. Через сто лет все вернулось обратно. А морковь по 82 рублей или там свекла одна штука по 40, это вообще запредельно. Знаете почему? Потому что это не фальсифицируешь. Нельзя сфальсифицировать морковь. Вот если молочную продукцию, мясную продукцию можно каким-то образом, путем так называемых технологий, сфальсифицировать, привезти пальмовое масло, разбавить, получить там молочный продукт, то морковь ты не сможешь так сделать. И поэтому отсутствие конкуренции, отсутствие отечественной продукции привело вот к этому диспоритету. Андрей Иванов, Владислав Бардушко, Дмитрий Кудько. Такие новости. Центр Красноярск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова